Сильная молитва на покров Пресвятой Богородицы, которая исполнит ваше самое заветное желание. Покров Пресвятой Богородицы – особенный день в православном календаре, который ежегодно отмечается 14 октября. Этот праздник связан с легендой о Божьей Матери, которая своим покровом особой накидкой амафором защитила от варваров великий город Константинополе и его жителей. Как помолиться на покров, чтобы привлечь счастье и радость в вашу жизнь и как провести великий день, читайте ниже в нашем материале. О чем нужно молиться Богородица? Как правило молитвы Пресвятой Деве Марии связаны с семейным счастьем. Богородицу просят об удачном замужестве, ладе, мире и достатке в семье. Можно просить о здоровье помощи, поддержке, защите любви и гармонии в браке. Самое важное искренне верить в то, о чем вы просите. Ведь в этот день Богородица как бы оберегает вас своим покровом от бед горести и невзгод. Молитва Пресвятой Богородица на замужество. О Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня недостойные слуги твои. Вознеси ее ко престолу Бога Сына твоего, да милостив он будет просьбом нашим. Прибегаю к тебе как к заступнице нашей. Услышь нас молящихся тебе, покрой нас покровом твоим, и спроси у Бога Сына твоего нам всех благ. Супругам любви да согласия, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушие, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Пресвятая Богородица, услышь смиренную молитву из глубины сердца девичьего. Моего, дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и в согласии прославляли тебя и милосердного Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Короткая молитва Богородица для любви в семейном союзе. Как любит дитя мать до семи лет и шагу не хочет без нее ступить, так и муж, раб Божий, имя, не налюбовался на рабу Божье имя. И радовались бы они друг на друга, как мать на дитя, а дитя на мать любимую. Запираю свою молитву на святы ключи. Святы замки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как провести великий праздник. В этот день принято готовить угощения для семьи, друзей и близких. Стол должен быть щедрым, тогда таким же будет весь следующий год. Обязательно испеките блины, а также каравай. Эти угощения являются традиционными для праздника. Раздайте еду нуждающимся, проявите щедрость и будьте гостеприимными. Простите в этот день обиды, помолитесь за тех, кто желал вам зла. И думайте только о хорошем, чтобы привлечь позитив в вашу жизнь. А еще раньше с покрова начинались свадьбы. Чтобы семейная жизнь была удачной, молодые люди шли в церковь и ставили свечу у иконы. Ранее мы писали, что категорически нельзя делать на покров, чтобы не навлечь беду.